здравствуйте друзья вы на канале у ирины резвый я даже не знаю с чего начать как собрать свои мысли в кучу вроде бы и подготовилась к тому что буду вам это рассказывать вчера вам пообещала вчера я вам рассказала как вернее записывала ролик я шла в катя мы собирались ехать в областную больницу кто в архангельске знает областная больница на обводном 7 детская областная больница кто смотрит мои видео друзья кто смотрит мои видео тот знает что у нас у тимули у моего внука у катиного сына проблемы с речью ему уже три годика и он до сих пор не говорит снова повторюсь что кто смотрит мои видео вы знаете да что из-за этого по большей степени катя потеряла работу и и уволили потому что очень много времени она проводит с ребенком ездит везде логопеды психологи все всякие исследования в общем что сейчас пересказывать знаете да что и в новодвинск она ездила и я не знаю северодвинске они были нет наверно в новодвинске в общем вот это вот все мы сейчас не будем если мне кто начнет писать чтобы бабушка вы тоже там должны были помогать у нас внутри семьи мы знаем как поступать моя дочь знает тоже как поступать когда я нужна катя обращается ко мне и я все равно помогаю по мере возможности обращается на ко мне редко она в основном все стимули стимули потому что она мама ей важно знать вот так вот она общается остеопат логопед психологи все вот эти вот анализы исследования она общается сама с докторами с людьми которые которых я сейчас перечислила и конечно же любая мама старается любая мама старается делать все сама да не не ссылаясь на бабушек не не спихивая там на кого-то конечно вы знаете что или у нас сейчас он не с нами он мобилизован вы тоже это все знаете это я повторяю для новых зрителей но тема сейчас будет косвенно друзьям и она будет косвенно касаться я хочу сейчас рассказать о другом я хочу рассказать о том как я нашла своего брата снова буду повторяться и говорить что мои постоянные зрители знают что я какое-то время жила с бабушкой новомичуринске больше даже времени большую часть своего детства юность свою я уже провела вне дома вышла замуж да в каргополе училась и вышла замуж в пениге я была тоже немного но но чешется все равно это были не просто дни не месяц все равно это были годы все-таки я родилась пениге и у меня были родственники в пениге я рассказывал вам про тетю иру которую я вспоминаю с такой теплотой в душе и очень жаль что и сейчас нет царствие и небесное надеюсь этот человек попал в рай если мы будем верить от или рай да я я очень ее любила хотя немного времени там проводила вы знаете что я какое-то время там даже жила совсем немножечко если кто хочет узнать кто кто это какие-то люди чтобы не постоянных зрителей не мурыжить просто посмотрите мои видео я много рассказывала друзья и вот я хочу рассказать вам о своем брате двоюродный брат игорь это по линии отца мой брат почему затронула тему тимуля я просто вижу как у меня катя делает все возможное чтобы ребенок заговорил она ездила на обследование была потому что было подозрение на аутизм но его доктора исключили как вам сказать друзья наверное я немножко я волнуюсь вы уж извините что я так все-таки речь о внуке в общем аутизм исключен но все равно она сдает анализы и последний раз вы пишете да что бесполезно эти анализы и все бесполезно говорить человеку у которого вот такой ребенок которая вот она мать она хочет сделать все бесполезно ей говорить что то ты этого не делай это наверное не поможет это и я этого даже не говорю я у нее как-то спросила глюкать и а помогают ли вот эти уроки с логопедом может быть ты и зря туда ездишь я вот как ты так сказала конечно же она ответила мне не резко но она ответила твердо что я буду делать все возможное и за год между прочим хождение поезда к логопеду конечно же тимуля стала общаться лучше тимуля стал какие-то все равно звуки он вообще-то не молчит у него хороший слух да он просто не говорит так насчет игоря а вот я и стала говорить как получилось что я все-таки к нему обратилась делается все последний раз катя сдала анализы и у тимули дорогостоящие анализы очень дорогостоящие и я в этом ничего не понимаю но когда мне катя сказала простым языком не воспаление нервной системы а что-то что-то типа того ну что видимо по нервам по нервам а у меня у меня всегда вот как у страха глаза велики так и у меня у меня не то чтобы паника а я начинаю думать я начинаю что-то надумывать у меня появляется какой-то страх за ребенком не снятся плохие сны и все я понимаю что ну просто голова пухнет я знаю каково моей дочери да что это все-таки ее ребенок и илюши рядом нет поддержки самой мощной поддержки у нее нет как она борется я понимаю что я не могу ей просто я не могу ей помочь не могу я ну что я могу сделать да единственное что я могу когда-то там посидеть с дитем или вот помочь вот чисто вот морально стараешься ей помочь ну что мои слова там катя ты все равно все будет хорошо ты держись конечно ее это не успокоит и вот у меня все у меня это в голове крутится 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 где я была раньше почему у меня раньше не доходило до меня что у нас же есть в семье пусть это уже семья конечно не наши уже родственные связи не то чтобы разрушена они по стороне отца может быть тети или сейчас нету и они уже не такие сильные а для меня не вообще сильными такими не были я потом вам еще буду вот рассказывать что я хочу уже писать в своих рассказах может быть своей будущей книги кто его знает как получится да все буду постепенно описывать игорь невролог он очень много времени работал в детской в детской неврологии в архангельске может быть кто-то знает калинин игорь юрьевич может быть вы кто-то может быть на консультации у него был может быть кто-то и лечился у него когда у меня кирюшка родился мы сейчас говорим не только о тему ли мы вообще вот я говорю в общем да нам тоже сказали что кирюша а мы проходили обследование и мы пришли к молодому неврологу который был в четвертой поликлинике может он был на практике но его потом как-то так не стало он наверное перешел куда-то мы к нему пришли он видно что такой молодой человек был какой-то вот такой нервный какой-то знаете тут еще маленький ребенок да еще тут кирюшка у меня он описывался и он такой недовольный и он мне тут вот у него вот вот так вот так вот так научными терминами мне говорит я не понимаю вообще что вы мне говорите тем более я родила уже кирюшу до в таком 34 года тяжелая беременность все и он как-то вот со мной нервно разговаривал я сказала ладно хорошо спасибо но я все-таки он не сказал что у него будут головные боли что вам надо проверяться вам надо тут делать обследование я была очень напуганная сказала спасибо вам за консультацию я обращусь еще к своему брату зачем я так сказала может быть мышленно я так сказала может быть это был какой-то вот порыв может может души может порыв моего не восприятия вот этого моего может бунта какого-то я может быть я хотела чтобы он как-то доктор немножко умерил свой пыл и не был таким нервным я сказала я обращусь к своему брату он спросил а кто ваш брат я назвала фамилию и имя и я заметила как резко поменялось у него отношение к нам вот вы понимаете это было настолько заметно он сразу же загорел спокойным голосом и сказал вы очень не переживайте так то все вообще хорошо и он мне стал объяснять все это нормальным языком и только потом я уже с ним стала разговаривать он меня спросил если какие-то наследственные заболевания может что-то вас беспокоит я рассказала что у меня были мигрени очень сильные в детстве лежала на обследовании вам тоже об этом рассказывала да вот и в общем то мы с ним еще наверное минут десять так вкратце обсудили в мою болезнь и он сказал да да обязательно я знаю игорь юрьевич и обязательно к нему съездите я поехала к игорю он посмотрел киев сказал нормальный пацан сразу видно посмотрел наши все анализы сказал ничего страшного не переживай но хоть и говорят что мигрень это женская болезнь да у мужчин тоже бывают такие боли сильные напоминающие мигрени вот эти вот мигрени подобные боли у него это будет и действительно у кирилла это есть очень редко но есть вот такие это не давление ничего но кто страдает этим тот знает это боли эти тяжелые но сейчас снова мне об этом я значит в том что мне тут сказала катя у нее еще есть консультация наконец декабря еще к другому неврологу я думаю как не найти горе он давным-давно уже не живет в архангельске он уехал в другой город он занимался как я уже от моей мамы вот мы вот общались когда да когда я заходила к борису георгиевичу к моему отцу в пенеге вкратце он мне тоже про игорь рассказал что он занимается не только неврологией но еще массажем и в общем ну как-то я и не взяла это в голову нету с игорем мы давно не виделись до виделись мы с ним еще в каргополе еще катюшка маленькая была а вот в каргополе потом с кирюшей последний раз мы с ним увиделись и как-то когда у меня коля подрабатывал в такси он подвозил его он говорит я вижу что будет что-то знакомое потому что он мельком его видел и потом говорит когда мы разговорились выяснилось что он везет моего брата представляете везет брата мы говорит разговорились а его горит надо было с корпоратива что-ли больничного он ехал как-то он дал визитку но этот номер на визитке потом уже не совпал с тем номером когда я его когда-то вот уже искала мы собирались с ним встретиться в пенеге в пенеге мы тоже не встретились потому что я пришла к ним у них было закрыто тетя ера по моему уже спала она еще была жива я пошла гулять по берегу а он в это время тоже где-то меня вот искал и мы тоже с ним как-то мы не не встретились не могли встретиться я не помню были тогда мобильные телефоны или нет наверное нет мобильных телефонов тогда не было и вот как-то мы все по вылезать и стационарные телефоны и в общем так и не увиделись и в этот раз в этот раз я уже все я уже не знаю что мне делать а мы с катей сколько раз говорили вот бы игорь был бы здесь к нему бы сходить вот бы игорь был бы здесь они у меня не у нее не пришло в голову вообще его искать он живет другом городе все я тут как-то рассказывала вам что созвонилась с моим отцом поговорили с ним я не поняла то ли он был пьяненький то ли еще какой быстро быстро с ним как-то поговорили я спросила как дела второй раз когда я ему позвонила он нету уже не ответил у меня даже где-то был пост написан что либо он был выпивший либо он просто со мной не хочет общаться на там есть причины я катя конечно ее бы сама успокаивать она меня успокаивает мама ты не переживай раньше времени мы сейчас вот сходим вот еще к неврологу когда мы стимули что она скажет на эти анализы эти анализы потому что делались в москве и мы в них ничего не понимаем нам сказали в общем да консультация назначена аж на конец декабря с доктором и все я говорю мне надо найти игорь нагреть мама если бы ты его нашла было бы очень бы здорово я позвонила в пенегу с мамой я не общаюсь но сейчас да вы знаете почему и она тоже игоря очень давно уже не видел я знаю что он какое-то лето приезжал но ведь я с ним не виделась видел из играет как-то давненько в магазине и все я позвонила калинину он не ответил где искать не знаю я открываю в телефоне одноклассники я знала что игорь есть в одноклассниках но последний раз он в одноклассниках был аж в восемнадцатом году что я делаю я открываю друзей игоря и те несколько человек я взяла там мужчина по-моему женщина еще один мужчина которые вот допустим он сейчас там онлайн там или в сети написано да я набираюсь смелости и пишу что так и так я разыскиваю игоря у него в друзьях извините что обращаюсь к вам может это и глупо можете хоть что мне писать говорить я нашла такой выход я пишу что если вы вдруг с ним общаетесь пожалуйста скажите что я его ищу даю свой номер телефона и все а явка в одноклассниках тем более часто мелькаю как вам сказать друзья видео свои выкладываю мне не ответили там ни один человек мне не ответила может быть подумали что я какая-то мошенница может еще что-то может быть они просто с игорем не общаются может не посчитали нужным люди разные потом почему-то я его не нашла в контакте в группе вк я его не нашла почему я его набираю а он у меня вот ну никак вот ну никак у меня не выскакивает что как мне его найти что я дальше делаю я просто набирая в интернете его имя фамилию и мне google выдает что такой-то такой-то живет в таком-то таком-то городе работать в такой-то такой-то не застанется все я значит поняла что а а еще до этого я мой друг очень хороший друг из прошлой жизни когда в каргополе уже столько лет прошло он тоже живет в этом городе это уже он работает в медицине он работает по моему был субмедэкспертом в каргополе он работал врачом я нахожу его в друзьях тоже у своих друзей пишу но я-то у него не в друзьях мы не общаемся потому что ну разошлись пути дороги давно-давно у всех я уже здесь сколько живу значит я им у него нет фото в контакте да я просто вижу что имя фамилия несколько таких имен фамилий а раз это у моих друзей значит я просто как пальцем в небо тыкнула написала саша если это ты я ирина такая-то такая-то да я знаю что ты ты живешь таком-то таком-то городе сейчас и знаешь ли ты вот такого-то такого-то врача но я ему все это вот написала я вижу что сообщение ушло но человек мне пока не отвечает потому что времени тоже тоже было поздно и вообще у меня бзик такой мне надо было его срочно найти и все вот найти все вот и потом когда уже google мне подсказал больницу на следующий день я звоню в эту больницу 8 утра и дождалась я знаю что регистратура работает с 8 часов мне отвечает девушка вежливо отвечает я и объясняю что мне надо найти такого-то такого-то врача я его разыскиваю я его двоюродная сестра пожалуйста сообщите ему что я его искала вот уже так понимаете вот уже так на что она мне ответила хорошо но вы мне перезвоните на этот номер перезвоните мне в 9 утра и я вас с ним соединил у меня радости просто вот у меня было столько радости что нам не откликнулись понимаете мне ответили мне пообещали с ним соединить все я я вообще не могу я смотрю на часы и скорее бы уже девяти вы понимаете вот скорее бы скорее бы а время кажется идет так медленно я звоню ровно в девять ровно в девять меня с ним соединяют я не могу у меня комок в горле у него голос такой я его по голосу знаю там в гугле когда его выдала там фотография такой нет не то не в гугле а потом его фото увидела я то слышу что голос то такой родной я помню его голос вообще я вы игорь привет этой ира калинина и такая у него бывает теплота такое приветствую и лишь и привет а человек на работе я вели бога ради извини просто раньше я знаю что тебя сейчас начинается прием но и раз его соединились дальше он свободен до в это время он как бы видимо попросили соединиться с ним я говорю я очень быстренько я очень быстренько тебе скажу вот такая-то такая-то проблема я очень быстро ему говорю все это он конечно давай мне сейчас на ватсап все анализы высылай все что есть описывайте проблему все обследования исследования всем не высылай на ватсап я все посмотрю и мы с тобой свяжемся говорит у меня сейчас прием во время обеда 12 там как-то у меня сказал меня набери если я горит тебя не наберу все хотя высылает мне все бумаги все эти распечатки я высылаю ему я голосовым еще раз проговариваю вот эту всю проблему и мы потом с ним созваниваемся и он мне говорит такого вот он мне назначает время у нас на архангельского доктора вы уж извините друзья я не буду говорить фамилию детский невролог вот и все фамилию говорить не буду потому что не знаю я у кати как-то разрешение не спросила и думаю можно ли об этом говорить потом все потом друзья когда пройдет до конца все обследование и вот этот день настал ну конечно же мы шли туда по договоренности потому что записаться очень очень сложно сложно в каком вот как вот я вот к аллергологу не могу записаться с кирюшей да а платным и пожалуйста да мы могли бы тоже или к платному этому неврологу пойти но дело-то в том что дело-то не в этом даже мы записаться бы записались и к платным катя все время ходит дело-то в том что игорь как сам невролог он эти бумаги посмотрел но он тему ли не видел опять же да он мне посоветовал хорошего доктора говорит я даю 150 процентов что она вам скажет всю правду что вам надо дальше делать может быть выпишет какие-то лекарства я горит ручаюсь но вот как бы рекомендация нам была уже важна от игоря рекомендация мы пришли вчера мы поехали вот я вам записывала видео пришли мы к этой женщине к врачу ничего плохого она нам не сказала и не сказала и ничего нового в общем то с одной стороны хорошо вот это я сидела слушала мне когда катя пошла к доктору меня быстренько отправили в регистратуру там что-то на было карточку чтобы занесли в компьютер ну чтобы все это было естественно легально что мы там уже будем может быть и приходите дальше к этому неврологу потом когда документы занесла я тихонечко тут на краюжик в кабинете села на стульчик меня никто не выгнал хотя там да вот мама с ребенком вот как раз катя тут и все рассказывала ей показывала бумаги что нам сказала доктор насчет кирюши ой насчет тимули что надо очень много общения если вы хотите заниматься например у логопеда занимайтесь остеопаты и вот эти все центры логопеды что говорит у вас ближе что вам материнское сердце подсказывает что как где вы видите что ребенку очень нравится ездите продолжайте обязательно чтобы ребенок постоянно был с людьми обязательно детский сад детские учреждения потом что она сказала она его проверила она естественно она за ним наблюдая доктор со стажем она уже тоже женщина видно что в возрасте она ему мимоходом сказала тимуля или как-то наявили тимоша называют вот там вот игрушечки возьми как-то так мы показала на может быть его внимание проверила да что он обратил внимание на игрушки но не взял постеснялся он там потому что игрушки они не были открыты они были в таком в такой сумочке под замочком может быть из-за этого ребенок и не взял если бы они были открыты он бы подошел но он так посмотрел она увидела что он обратил внимание говорит стесняется ну естественно молоточком там постучала потом этот молоточек ему дала он тут ходит занимается своими делами он у нас не капризничает он наверно уже привык вот так вот ездить его все уже обследует скорее всего но не нервничает ничего не то чтобы он вообще такой спокойный просто вот ребенок на приеме у доктора да и ведет себя вот так вот прилично это не только мой взгляд бабушки да это вот и доктор тоже заметила потому что она говорит я вижу сразу да когда вот заходит дети я уже сразу вижу наш клиент я видела детей с аутизмом с тяжелым аутизмом потому что он тоже разный и по-разному проявляется кто-то себе наносит телесные повреждения вред себе да кто-то очень агрессивный ну вот она сказала что никаких препаратов я вам выписывать не буду нет нужды в этом потом про остеопата она сказала катя ходит кости опаду и тимульки тут делают массажейца шею катя горит когда у меня тоже вот был вот стресс когда ты ее забрали меня будет вообще аж как будто все сковано было я была как вообще даже поворачиваться не могла он тут и ей тут эти делал человек знает свое дело зовут его марсель может быть кому кто-то ездит я не знаю на какую улицу этому все у катя спрошу в какую больницу или в какой центр они ездят все спрошу если кому интересно конечно будет вот и она на чем я я волнуюсь друзья мои вы уж извините что я все-таки такие тут эти события в общем она сказала что ближе что вам нравится что нравится вашему ребенку продолжайте продолжайте потом когда уже вроде бы весь этот прием закончился я все-таки спросила скажите вы мне пожалуйста может быть я что-то не понимаю скажите вот эта фраза воспаление нервной системы что это такое она меня успокоила на сказала что нету не то чтобы нет никакой никакого воспаления а что сейчас как-то она сказала модно что ли ставить такие не то чтобы диагнозы или модно кидаться такими терминами но в общем она как-то так сказала успокоила что никакого воспаления нет я спросила что будет дальше дальше что будет он у нас заговорит или нет потому что катя костиопату ходит мне сказал что ребенок по-любому заговорит поверьте он заговорит доктор нам сказала что ребенок может заговорить хоть завтра целыми предложениями а может и не заговорить и через год и через два я смотрела в это время конечно на катю я вижу что она расстроена может быть она ждала что-то больше от этой консультации да может быть она мы же все ищем у доктора ждем хороших результатов и когда нам что-то говорят что-то неопределенное мы теряемся мы что-то думаем я почему-то ушла оттуда вот с успокоенной душой катя нет она сказала что она пойдет и в другом неврологу это записано почти на конец декабря и будет пойду еще другому пусть еще тот невролог посмотрит эти анализы и естественно она не закончит заниматься стимулей пока не пойдут уже вот такие сдвиги но ребенку вот в мае будет 4 годика в общем вот так вот игорю я вчера не посылала ни голосовых ничего сегодня соберусь с ним еще поговорю что он скажет потому что когда я у него спросила игоря твое то а я ему позвонила вру друзья перед приемом я им послала голосовое сообщение что игорь ну можно вот если вдруг что сослаться все-таки на твое имя ну сами понимаете да все таки имея в родственников как бы тоже такого доктора с хорошей репутацией конечно хочется лишний раз напомнить до этих родственных связях у что греха таить может быть для того чтобы нам побольше бы как-то к нам отнеслись не то чтобы получше а может быть как-то поглубже вы проблему бы эту открыли я в этом смысле но там ничего не надо было только я сказала спасибо и все мы ушли ну катя естественно сказала но она то сразу ведь поняла что по договоренности без записи значит вот от такого такого человека тем более видимо с ней все равно созванивался раз определенное время нам назначили и все в общем игорю я еще не посылала голосовое вот уже после приема но сегодня с ним обязательно звонить не буду потому что человек работает целыми днями а пообщаемся с ним голосовыми объясню расскажу как съездили потому что он же не будет сам спрашивать он будет ждать ответа от меня вернее информации от меня слушаю вот и вот тут рассказала вам значит о тимульке рассказала когда ты мне вчера предложила говорит мама надо записать такое 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 видео вот о всех этапах через что она прошла в обследовании ребенка извините отвлекусь там прям сорока по дереву белая белая с черным хвостом красивая красивая близко 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 к дому мое внимание тут же переключилась в общем катя хочет не хочет а мне предложила говорит мама если хочешь давай запишем такое видео где я все постепенно расскажу через что мы прошли какие есть сдвиги в наших обследованиях и в наших занятиях она хочет записать это видео только пост я говорю да 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 давай вот она ведь я хочу записать тогда это видео после того как мы сходим еще к одному неврологу уже наверное не последний раз надеюсь что редкий крайний раз редки до вы что придет и и еще раз вот эти анализы и и просмотрят ребенка анализы и что-то скажет этот доктор нам не не прописала вот она никаких вообще мы думали может какие-то таблетки пропишет может быть она какое-то лечение нет она вообще никаких лекарственных препаратов она нам не выписала никаких никакой не стимуляции ничего у нас а я задала еще такой вопрос может ли это быть наследственно доктор объяснила что бывает такое что не в вашем роду нет ни в роду например по отцу не в роду по папе тему ли бывает что ничего вот нет плако плохого такого до что-то ну ничего не предвещает и вдруг происходит что-то такое происходит с хромосомами что это случается впервые но у нас и саша тоже у саньки у моего первого внучка у него тоже с речью были проблемы и он и сейчас говорит не он говорит все он слова проговаривает но тоже было что-то если бы конечно бы настя с ним вы занималась бы посильнее бы так вот как катя занимается у сани было бы вообще бы отличная бы речь потому что саша то он пораньше заговорил а когда а почему я спросила что не может ли это быть быть наследственно потому что вот по линии моего бывшего мужа у них в роду у одного из там троюродных братьев родилась глухонемая девочка с плохим зрением но тогда сказали это из-за того что на раннем сроке беременности женщина перенесла краснуху я конечно не доктор но я почему-то подумала что может быть краснуха она еще усилила эффект потому что кто его знает может действительно было что-то там да вот с речью уже это было у это бы девочки может быть она бы и заговорила бы потом а краснуха может быть усилила эффект мы же не знаем медицина была не такая ну в общем доктор конечно же она сказала но краснуха это такое дело что возможно из-за краснухи она вот такой вот родилась потом было такое что у моей бывшей свекрови в детстве из-за страха вообще речь пропала она вообще не говорила какое-то время у нее был испуг она шла из школы они жили в деревне представьте она родилась если в тридцать девятом сколько ей там наверно было лет семь или восемь я нашла очень долго по лесу одна испугана как уж там получилось не знаю но после этого она перестала говорить на какое-то время кто его знает может действительно что то есть наследственно что то мы очень надеемся на хороший результат но видите я снова вам рассказываю да вроде бы тема такая что я брата нашла все равно я же рассказываю да почему я его нашла когда вот мне даже у меня был такой страх ему голосовое посылать потому что мы столько с ним не общались я могла бы с ним общаться и он бы не отвернулся бы от меня в своем общении просто не хотелось навязываться да как то у него же тоже такая жизнь тем более он потом уехал с архангельской у него своя семья она не хочется быть как то вот знаете вот не хочется навязываться короче а тут конечно я и сейчас не буду постоянно ему звонить рассказывать свои новости вот как у нас как ты чего просто я буду знать что вот просто с новым годом я могу человека поздравить это не будет с бухты барахты да пусть уже столько лет прошло но я буду знать что этот человек ну я буду надеяться что ему будет приятно от меня вот тоже поздравление с новым годом или например с каким-то праздником медработника того же да я даже не знаю когда у него день рождения кстати он есть в контакте и он мне потом скинул свой контакт в ВК и теперь он у меня в друзьях и теперь я уже буду как бы уже знать да и когда день рождения у него и все такое в общем то что я вот сейчас говорю но самое это интересное друзья когда вот я уже с Игорем поговорила когда ну вот в тот день когда мы уже нашлись когда мы все вот с ним быстро-быстро тут он спросил как у меня дела как чего что он знает что мы в Архангельске живем но это так все быстро я боюсь его его время занять боюсь как только я с ним поговорила мне звонит тот друг которому я написала в контакте что я разыскиваю брата если можешь позвони но я не помню я друзья мои может я даже может и не называла его имя а может и называла потому что мы разговорились как дела он Ириша посмотри я так был удивлен когда ты мне послала сообщение я говорю ты все еще живешь там он говорит да я все еще там живу в этом городе не в Каргополе он сейчас я ему рассказываю про своего брата он говорит друзья мои вообще в шоке была он говорит это же мой друг это же мой друг ты что мы говорит давно уже с ним дружим как только в этом городе мы работаем вообще в одной клинике оказывается представляете мы и вместе и на хоккей ходим мы говорит не говорю что мы прямо мол каждый день вот так встречаемся но у нас говорит с ним вообще это мой лучший друг вообще я я конечно в тот день я на эмоциях я и с Игорем поговорила тут и с другом со своим поговорила говорю Саша как я как я рада говорю надо же он ты что да ты звони я ему тоже рассказала про свою проблему но он не невролог конечно же он говорит хорошо что ты с Игорем связалась вообще молодец это очень здорово не теряйся звони мало ли нужна какая-то консультация мало ли что-то ты звони я тебе обязательно помогу чем могу я тебе помогу вот так вот потому что в свое время я ему тоже очень помогла будет время расскажу об этом такие вот дела вот так вот я нашла и брата и друга это очень хорошо очень хорошо что очень хорошо что хоть и уже да вроде бы мне уже 50 ему уже Игорю уже 60 с небольшим он как-то лет наверное 11 всего меня старше а голос такой же молодой такой вот такой родной вообще столько сразу воспоминаний нахлынуло друзья вот такие вот дела вот так вот я вам рассказала может сбить чего немножечко потому что волнуюсь тема такая ну ладно все теперь я попью водички у меня Кирюшка проснулся Кирюшка у меня дома заболел вчера у него была температура вот так вот и сегодня в школу не пустил у него была температура 37,7 вот он вроде бы и нормально все себя чувствует хорошо но раз такая температура в школе делать нечего сейчас измерить температуру и если бы температуру будем вызывать врача если нет напишу сообщение учительнице что температура вчера была не знаю по какой причине в общем сегодня у нас среда да да сегодня у нас среда в общем друзья мои я не знаю сегодня еще вам запишу видео или нет может быть и запишу потому что буду готовить может быть о чем то еще и поговорим ваши комментарии почитаю вот после этого видео все друзья мои всем спасибо пока